Ах ты, Джокушка! Ну-ка, показывай, какие тут у тебя игрушечки. Давай посмотрим, что это. А, орешки! Будешь кушать? Джокер у нас как король, посмотрите. Король! В игрушки играет. Сегодня злой какой. У нас что-то страшное произошло. Просто с Джокером он постоянно кусает маму. Да, Джокушка? Почему кусаешься? Мы его и кормим, и различные блюда у него, и всё, что только можно. А он нас кусает и кусает. Что ты там увидел? На тебе. Орешки будешь? Орешки. Что расскажешь, Джокушка? Что там такое? Что такое? Хочешь телефончик скушать? Ох, Джокер, будем в мяч играть? Джока. Опа! Мячик для Джокушки. Вчера мы играли в шар. А точнее, Вика играла в шарик надувной с Джокушкой. Если будет возможность, я прикреплю эти кадры в видео. Очень интересно. Если не будет возможности, потому что это горизонтальное сейчас видео, а там оно вертикальное. И мы прикрепим его, наверное, на YouTube-канале. Там подписывайтесь. Джокер Жако у нас один канал есть, а второй канал Вики Маус. Да, и мы там записываем различные интересные видео про животных. Скажи, и про животных тоже в кавычках только, да? Таких вот специальных животных. Ну, не боишься уже? Мячик едет, едет. Сегодня я прочитала очень страшный комментарий. Написал кто-то, видимо, тоже, у которого, у подписчика есть птица Жако. Есть такие заводчики, которые продают этих птиц, а есть такие люди, которые их покупают для себя. Ну, в общем, понимаете, да? То одно дело заводчики, они размножают птичек и их продают. Выращивают там примерно до двух, до трёх месяцев. И продают их, скажи, да, Джокушка? А есть люди, которые покупают для себя вот таких вот кусачек. Ну-ка, вот таких вот кусачечек покупают. И вот я прочитала, значит, на одном форуме, что одна женщина захотела выпустить погулять с попугаем. В общем, ну, приблизительно, как я хочу весной. И что-то я уже не особо хочу весной с ним гулять. Возможно, мы купим какую-нибудь переноску, специальную клетку, мини-клетку. Она выглядит как чемодан, в которую можно сажать птицу. Она будет получать солнечные лучи и также делать прогулки. Так вот, птица, пока гуляла с ней на плече, вылетела из шлейки. То есть шлейка, ну, похоже, как... Вот так вот надевается на попугая. Я даже не представляю, как я шлейку, если ему куплю, буду надевать. Он же меня всё погрызёт, скажу. Вот, видите, что происходит. И он у неё выбрался. Живут они, как я поняла, в частном секторе. Очень большой дом. Кругом тоже лес. Попугай улетел, в общем. Улетел попугай Жако. Вот такие вот случаи бывают. И это не первый случай. Не знаю, они пишут то, что они искали. Искали уже день прошёл. Вот. Я, конечно, слежу за этими новостями. Но таких случаев очень много, поверьте. Поэтому если... Но это риск. Это 50 на 50. Кто-то просто вот год содержит попугаев в квартире в таких условиях. Там два года. А потом захотел, допустим, погулять с ним. Понятно, когда своя территория, частный дом. А вот когда многоквартирный какой-то жилой комплекс, то это, конечно, очень опасно. Потому что кругом машины. Если даже лес, он может улететь в лес, вы просто можете его не найти. Тем более зимой. Птица может вообще замёрзнуть и погибнуть. Так что вот такие вот очень плохие новости в мире, как говорится, животных и попугайчиков. Да, Жако? Видите, что он сделал? Вот так вот. Ну, дай-то я хоть кровь-то вытру. Дружище. То есть, смотрите, что. Покусал, да? Мам. Просто к весне нужно, чтобы он по максимуму получал солнечного витаминчика D. Поэтому мы, скорее всего, закажем мини-клеточку. Будем с ним выходить. Ну, а на плече, я не знаю. Это привет-привет, да, привет. Дай пять. Дай пять. Это большие риски очень. Если, не дай бог, он улетит, конечно, это очень опасно. Смотрите, как кусается попугай Жако. Ну, я думаю, он не специально это делает. Пытаюсь увеличить, но ничего не получается. Ладно. В принципе, это руки мои, скажи таки, они практически всегда в таком рабочем состоянии. Уборочка за животными. Так что берегите своих, у кого есть Жако, берегите своих питомцев. Привет-привет. Да, вот сейчас маме с Марсиком идти ищу, да. Ты тут такой вот раскрылился. Он очень у нас линяет. Если кто знает, ну, конечно же, я сама буду смотреть, спрашивать у заводчика. Хотя я уже спрашивала, просто что-то она мне какие-то говорила, витамины. Кальций для попугаев нужно заказать. И нужно обязательно, чтобы он пропил этот курс. Потому что, вот я смотрю, у него уже, у него уже видно. Смотрите, то, что сейчас я вам покажу. Пёрышков мало становится. Мне кажется, он скоро у нас будет лысяк. Да, Джокер? Вот так. Так что вот так вот продолжает меня покусывать. Да, Джокушка? Брачный период у тебя наступил. Ну, говорят, не надо их трогать за спину, гладить лучше вот по голове. Смотрите, что с ним происходит. Такого, конечно, вы, наверное, ещё не видели. Ну, вот посмотрите. Это вот так выглядит брачный, брачный, скажи, захул у меня, да. Вот именно так, таким образом. Вот так вот. Ох, какой орёл. Всё, давай садись. Рук у меня уже не осталось. Рук не осталось. Так что вот так. Так что берегите своих попугайчиков. И я не думаю, что прямо им это необходимо. Конечно, нужно... Вот мы открываем, и так всё равно. Смотрите, что он сделал с нашей шторой. Периодически, каждый день он её снимает. Там почему-то он не снимает. А вот правая штора ему чем-то не угодила, да, Джокушка? Чем она тебе не угодила? Ведь я тебе почешу всё равно. Да всё равно почешу такую головушку. Злюкин. Злюкин такой. Злюка стал такой. Вот так скажи, да? Спасибо. 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 Спасибо.